Культурный подкаст «Кароленко. Онэйр». Подкаст о литературе, кино, музыке и театре. Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Кароленко. Онэйр», а я – Галина Безотосная. Сегодня мы отправляемся в очередное путешествие по книжным полкам, где наше внимание привлекла потрясающая книга – сценарий кинофильмов Андрея Звягинцева, изданная альпиной «Нонфикшн» в 2020 году. Она красива и безупречно выполнена с художественной точки зрения, и, что самое главное, с точки зрения содержательной. Напомним, Андрей Звягинцев – российский режиссер и сценарист, чьи фильмы не раз завоевывали престижные кинематографические награды. Первым полнометражным фильмом Звягинцева, в котором он выступил в качестве и режиссера, и сценариста, стала драма «Возвращение» об отношениях отца со своими сыновьями. За этот фильм Звягинцев удостоился пяти наград венецианского фестиваля, в том числе и главный – «Золотого льва». Следующий фильм «Изгнание» вышел через три года. Его премьера состоялась на Каннском кинофестивале. В 2011 году на экранах появился фильм «Елена». Его премьера также прошла в Каннах. В 2014 вышла драма «Левиафан». За нее Звягинцев получил «Золотой глобус» как лучший фильм на иностранном языке, приз Каннского кинофестиваля за лучший сценарий и номинацию на премию «Оскар». Звягинцев, чьи фильмы часто относят к арт-хаусному кино, обладает абсолютно неповторимым стилем. Его картины правдивы, отчаянно смелы. Они не могут оставить равнодушным никого, потому что он снимает о том, как мы живем, как мы чувствуем, как мы любим. В российском независимом кино он, пожалуй, лучший на сегодняшний день. В книгу сценарий Андрея Звягинцева вошли пять реализованных сценариев к его кинофильмам «Возвращение», «Изгнание», «Елена», «Левиафан» и «Нелюбовь». Здесь нет каких-то универсальных рецептов или правил, как написать сценарий за миллион долларов. Однако текст снабжен раскадровками, заметками на полях и ценными, неограненными идеями, позволяющими глубже вникнуть в авторское понимание своих фильмов, а значит, выработать свое собственное. То есть это не столько учебник для сценаристов, сколько мастерская кино и киноязыка. Она будет интересна и кинематографистам, и простым зрителям, которые видели хоть один фильм Андрея Звягинцева. Конечно, в книге не передашь той красоты картинок и пейзажей, которыми изобилуют его фильмы, но они именно про симбиоз внешнего и внутреннего, картинки и смысла. Интересно, что говорит режиссер о чтении книгах. Книга – великое изобретение. Она предлагает человеку погрузиться в его собственный мир, потому что текст предлагает такое невероятное пространство для интерпретации. Мир оживает на твоих глазах. Ты наполняешься знанием, красотой, тайнами жизни или узнаванием. И если это Лев Толстой, Чехов, Картасар, Платонов – имен много. Читаешь такую литературу, и все встает на свои места. Мир преобразуется будто бы, но тут нужно подчеркнуть важность отбора. Не стоит читать все подряд. Обращайте внимание на тех, кто для вас является авторитетом. Литература большая спасает от трудностей в жизни и неясности выбора. Андрей Звягинцев – несомненный авторитет. Смотрите его фильмы и читайте его книгу. Она есть в библиотеке. И, пожалуйста, не забывайте слушать наш подкаст. Спасибо. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин